Да, и вот я благодарен за то, что я, знаете, я понимаю, что вся обязанность, да, вот вся задумка моей болезни зависимости это о том, что она хочет меня засунуть вот в эту неоткровенность, отобрать у меня возможность быть откровенным самим собой. И еще одна важная вещь, которая написана в первом шаге, это о контроле. И вот, да, вот я вот как зависимый человек, чем больше я чистый, тем больше надо мной работает моя болезнь зависимости. И вот, знаете, вот то, что меня сейчас вот управляет, как бы, да, мной в жизни, я уже осознаю это, и я стараюсь не жить на этом. И вот мне больше всего хочется, моей болезни хочется, чтобы все происходило так, как я хочу. И вот даже вот контроль в моей жизни, он может проявляться сегодня не над людьми, или не над какими-то местами. Я просто выучил в своей жизни, да, что если я продолжаю контролировать, то я потеряю этих людей. Они просто убегают от меня. Не надо быть каким-то гением для того, чтобы это понять. И вот, знаете, и я вот могу себя вот так вот даже рассказывать, что это не контроль, нет, это у меня исходит из того, что я волнуюсь, из-за волнения над этими людьми, якобы. Или вот мне они важны, вот так вот. Я думаю о них, забочусь. Любовь. Любовь, нужда в этих людях, отношения с ними. Но это все моя, но это все у меня проявляется как контроль, да, то есть я хочу контролировать. И вот сегодня вот этот контроль, он уже даже, знаете, приходит с другой стороны. Он проявляется немножко по-другому в моей жизни. Моя болезнь хочет, чтобы происходили вещи вот так, как мне хочется. И где вот это вот мое самое большое безумие? И вот для меня не существует более глубокого дефекта, да, чем вот то, что написано в первом шаге. Чем страх и волнение. И вот знаете, вот как вот я вижу, что я начал как-то активно болеть, да, то есть быть в фазе активной зависимости. Я это замечаю на том, что я теряю свое здесь и сейчас. То есть я больше не живу здесь и сейчас. И вот если, да, вот, вот в этот момент я выпал из реальности, я потерял здесь и сейчас, это значит, что я вот живу свою какую-то зависимость активную. И вот, например, начинаю это оправдывать, да. О, я должен тяжело работать, чтобы вот мне прокормить семью. Чтобы накопить денег, чтобы накопить на пенсию. И вот эта вот болезнь зависимости, это такая интересная вещь, да. В первом шаге, там больше, вот в этом абзаце, кто такой зависимый, написано, да. Там написано, что многие из нас открыли для себя, что они были зависимые задолго до первого употребления наркотиков. И вот я вырос, как бы, вот в такой семье, в таком доме, где страх, это был образ жизни. И вот, знаете, мой отец, ему сейчас 85, и чтобы он еще долго жил, он постоянно откладывал себе на пенсию. И это была вообще ментальность, жить в страхе. Постоянный страх, постоянное волнение. Постоянно, что будет. И вот, да, вот, если я вот так вот живу, и вот это какая-то индикация моей веры в Бога. Вот если я живу в этом страхе, у меня есть Бог, или у меня нету Бога? Я иду по духовной, по духовной дороге, или я иду не по духовной дороге? Да, и, как бы, вот эта духовная дорога, она мне говорит, что в первом шаге нам не говорят, что мы должны жить вообще без материального. Но вот это материальное не должно управлять нами и давать нам чувство безопасности. И вот я вот всю жизнь вот так вот жил, что я думал, что чем больше у меня будет материального, тем больше у меня будет безопасности. И что случилось в первом шаге? И чем больше у меня было материального, тем больше я был в обсессии на материальное. тем больше я был озабочен этим. И это не важно сколько. Сейчас вот моя безопасность, это вера в Бога, это Бог. И вот, да, вот, вот эта вот духовная зависимость. Вот смотрите, вот какая вот вещь, да? То есть, с одной стороны, у меня есть вот эта озабоченность. И вот у меня есть вот эта вот озабоченность духом, да? То есть, вот этот духовный голод. А с другой стороны, у меня есть болезнь, которая меня отталкивает от этой духовности. И вот до сегодняшнего дня, 25 с половиной лет я чистый, я каждый день, час или полтора часа, вкладываю в свою духовную жизнь. Каждый день. Я вот не знаю, как это у вас, но я вот такой одинокий, депрессивный человек. И у меня вот желание было покончить же с самоубийством и сдохнуть вообще. Я не мог видеть людей. Мне было трудно функционировать. Ну вот, я не знаю, может быть, уже есть люди, которые избавились от этого. Но я встаю утром вот так. И знаете, вот если я каждый день не вкладываю полтора-два часа вот в свою, как бы, вот эту духовную, в свое духовное выздоровление, вы на следующий день прочитаете в газете, что вот этот духовный человек убил нескольких людей. И почему так? Почему это вот мой первый шаг и мое бессилие? Потому что я в своей природе, вот таким, какой я есть, я не хочу это делать. И вот знаете, я вот так вот хочу жить. Я вот хочу встать, я хочу побежать куда-то на работу, я хочу куда-то вот что-то заняться быстро-быстро, чем что-то делать, а вечером вложить в свое духовное состояние. И это самообман, это не работает так. И вот почему, да, почему вот это для меня, вот эта модель не работает? потому что я, у меня может быть очень много снаружи, очень много вокруг меня, но внутри я могу быть мертвым. Я не хочу так жить, я не хочу жить чистым и страдать. И вот знаете, если бы я вот так вот, если бы вот это то, что давала программа, быть чистым и страдать, я вообще бы не хотел быть в этой программе. А мне программа в пятой традиции пообещала, пообещали мне свободу от активной зависимости. Если, вот знаете, больше нету, как бы, да, обещаний у программы. И что такое вот этот свобода от активной зависимости? Это свобода от моих депрессий, свобода от вот этого, от вот этой пустоты, свобода от одиночества, свобода от обсессий. И вот эта свобода от вот этого всего страха и от вот этих вот волнений. Я не хочу всем этим жить. И вот так вот, да, вот я просыпаюсь, я принимаю первый шаг, я встаю на колени и говорю, Господи, Господи, помоги мне и спаси меня и спаси меня от самого себя, от моей зависимости. И да, вот как вот я вот вкладывал свое время в употребление, точно так же мне надо вкладывать свое время в выздоровление. Я вот так вот стою, да, принимаю первый шаг и я пишу вот такое письмо Богу, да, и припоручаю ему свою жизнь. Я припоручаю ему самые вот эти глубокие стороны своей зависимости, потому что снаружи я могу быть очень счастливым и очень благополучным человеком. Но внутри я могу сильно очень страдать. И вот это вопрос первого шага. Что мной управляет сегодня в жизни? Что меня занимает в моей жизни? Что меня вот так вот, знаете, схватило и держит? Да, то есть это является зависимость, а вот зависимость для меня это именно вот это схватиться за что-то. Я человек, который постоянно где-то застревает, он постоянно за что-то ухватывается. И вот да, вот бессилие, оно также и в том, что я с одной стороны не могу за что-то ухватиться и одновременно это припоручить и одновременно это отпустить. И если я вот, да, знаете, ухватился за что-то, держусь за это, мне нужно что-то, кто-то, чтобы меня освободил от этого. и какая вот у меня проблема, которая начинает проявляться после того, как ты некоторое время уже в программе и выздоравливаешь. И вот часто происходит так, у меня есть какая-то проблема, у меня есть какой-то вопрос, у меня есть также и ответ, у меня есть и решение, но у меня просто нету сил это делать. Да, и вот если я в своей жизни, в своем выздоровлении я вот этим употребляю, я постоянно захвачен вот этой зависимостью, так чего вообще стоит мое выздоровление? И вот меня первый шаг он меня научил, да, и это написано в первом шаге в нашем базовом тексте. И там написано, что если мы остановимся здесь, то мы узнаем только половину правды о бессилии. И написано, что мы вот такие профессионалы в искривлении мира и искривлении реальности, искажении реальности. Так и как программа может получается, что помочь мне? И программа мне говорит в первую очередь обращайся за помощью. Я вам скажу кое-что о своей жизни. У меня нету ни одного сильного шага. Я такой слабый в шагах. Есть одна вещь, которую я знаю. Обращайся за помощью. Обращайся за помощью. Обращайся за помощью. Говори о вещах и Бог зайдет. Бог зайдет в твою жизнь. Поговори о вещах и друзья зайдут в твою жизнь, помогут. И говори об этих вещах и решения придут. не надо гоняться за решением. Просто поговори о вот этих вещах. Если я вот знаете иду спать вот с каким-то переживанием, с какой-то вещью вот в этой да вот у себя в душе мне плохо. и знаете вот что как бы разве я не знаю ответы на вот эти вопросы. Нет, я знаю, но мне нужно это делать и у меня нету сил. Вот вот эта откровенность говорить о вещах. И вот программа научила меня вот одной прекрасной вещи. И вот программа для меня это не реабилитация. Программа для меня это изменение своего образа жизни мышления. И мне нужно себя спрашивать каждый день, и это то, что я делаю. Хочу ли я изменяться? Потому что на самом деле программа не работает на тех, кто не хочет изменяться. Ничего не поможет. Сиди каждый день с тремя спонсорами, с тремя группами шагов. И у тебя будет знаний больше, чем у любого профессора. И если ты в первом шаге, не поним... Если ты не чувствуешь, что ты хочешь меняться, ты не изменишься. И поэтому я себя спрашиваю каждый день. Ты хочешь изменений? Ты хочешь меняться? Ты веришь в изменения? И как это выражается у меня в жизни? Это выражается в том, что я свою духовную жизнь делаю основой своей жизни. И я это строю на откровенности. И я в каждой своей области жизни у меня есть провал. Я вот такой человек, что я не могу ничего делать в своей жизни со своими силами и со своими личными силами. Есть одна вещь, которую я выучил в программе, что только на сегодня если я продолжу делать эти вещи, я побеждаю. это не просто не употреблять. Это зайти вот в эту духовность, зайти вот в эту духовную работу на нашей программе, понять, что высшая сила Бог это наше решение, и вкладывать в это усилий, как я вкладываю в свою другую область жизни, то есть не меньше чем в другие области жизни. Я вот помню, когда я употреблял, у меня были такие периоды, и да, вот кстати, хорошее совпадение, через несколько дней будет 26 лет, как я не употребляю наркотики, но когда я был полгода чистый, я упал на алкоголь, но 12 января 1990 года, это был последний день, что я употреблял наркотики. Я помню, что свои последние дни в употреблении, я был бездомом, я просил милостыню, я кушал с мусорки, от укола к уколу, от проститутки к проститутке, и вот я спрашиваю, а вот что поменялось вот в этом конченном больном человеке, между тем человеком который здесь с вами сидит. И только одна вещь произошла, до меня дотронулся Бог. И вот когда Бог для меня до меня дотронулся, и вот это знаете, идея такая в нашей программе, что нету такого человека, до которого не дотронулся Бог. вопрос заключается в том, иду я с этим, держу я прочно вот это вот изменение, вот этот шанс, работаю я над этим, или же я это оставляю и забрасываю. И к концу моей спикерской вот этой первом шаге хочу сказать я каждый день заново поднимаю руки. Я каждый день заново припоручаю свою жизнь Богу. Я каждый день заново принимаю смирение, смиряюсь перед программой. Я каждый день заново должен смиряться перед своим спонсором. И перед группой смиряться, и смиряться перед служением, и перед сообществом. Каждый день заново у меня нету никакой другой возможности. Мне надо это делать каждый день заново. Мне нужно в первом шаге запоминать. Мне нужно в первом шаге себе напоминать. И если я думаю, что вот это знание у меня есть в кармане, если я думаю, что это само собой разумеется, я как-то это запомню сам по себе, но это начинает быстро проявляться. И вот я знаете, у меня это начинает выстреливать. И даже я сам не понимаю до конца вдруг что начинает происходить. я начинаю себе какие-то объяснения выдумывать. Я становлюсь опять тем человеком бедным, несчастным, неудовлетворенным. Вот знаете, вот такая скука, скука изнутри. если мне сегодня надо наполнить свое сознание, свою духовность первым шагом. начать ручьем мотор список групповцов телефонов и спонсоров как я видел 25 года, вы знаете, что начинка не миллиметр миллиметр. В миллиметр миллиметр. Да, вот если я точно так же мне нужно как сумасшедший бегать по группам и звонить постоянно каждому по каждому случаю своему спонсору, может быть у меня что-то не так. Я просто так остаюсь чистым. И вот 5 января есть потрясающий ежедневник в котором написано о выздоровлении в семье. И вот там написано что если я сегодня продолжаю бегать на группу как будто бы я раньше как вот раньше я бегал за наркотиками и я не приношу домой выздоровление и духовность это это значит что в нашем моем выздоровлении вот что-то не так что-то что-то не работает и и да то есть мне наверное нужно обратиться за помощью и спросить что не так и слава богу есть вот эти ветераны которым я могу подойти и спросить и слава богу слава богу что есть кому я могу сказать что я не знаю я не понимаю и это часть моего первого шага и не важно сколько лет я чистый и слава богу да вот благодарность богу за вот этот первый шаг и это недостаточно приходить на программу 25 лет и вот мне недостаточно просто прийти и сказать что я чистый и вот то что мне пообещали свободу от активной зависимости мне нужно делать действия в моем выздоровлении и в первом шаге меня спрашивают ты понимаешь что тебе надо меняться ты понимаешь что у тебя и старые привычки и старое мышление и твое и твое искривленное мышление и вот это вот неуправляемые чувства я я вот до сих пор до сих пор я смотрю на весь мир искривленным искривленным взглядом решили я вас люблю и вы мне нужны так что это неуправлении и неуправлении Продолжение следует...